Привет! Эээ, Трибор! У Мудреновича вышел новый видос, называется Экспансия викингов, часть 1. Это ещё нас, значит, ещё ожидает ещё и часть 2, а возможно, часть 3. Шикарно, если честно, потому что мне, в принципе, нравится тема викингов, и давайте тогда уж ролик посмотрим. Уверен, будет офигенный, как обычно, так что, погнали! Между восьмым и десятым веками в Северной Европе произошло удивительное событие. Какое? После Скандинавии мужчины и женщины выходили в море с целью совершать набеги, торговать с новыми землями и заселять их. Что в этом удивительного? Они возили товары в Константинополь, построили город Дублин, основали династию во Франции и королевство в Англии, дали России её имя, а кульминации и экспансии стали путешествия, в ходе которых возникли поселения в Исландии, Гренландии и даже в Северной Америке. Неплохо, так они, блин, расплатились! Средневековые скандинавы достигли этого благодаря превосходным технологиям, гибкой тактике и деловой смекалке. Причём всё это делалось без центрального руководства и без какого-то общего плана. Типа без центрального руководства то, что они были разделены на всякие, типа, деревни, так сказать, да? Разрозненные группы искателей приключений, богатства, власти и славы из... Динавов искать новые земли для жизни. Во-вторых, полит... А почему нельзя было найти новые земли для жизни на вашей земле? Зачем куда-то плавать надо? ...обстановка внутри их общества вынуждала дворян устраивать военные походы, чтобы заработать богатство и статус. А в-третьих, к восьмому веку Европа наконец начала восстанавливаться после распада Западной Римской империи. И после столетий существования бартерной системы, там развилась более сложная торговля. Короче, раньше викингам не было смысла пересекать Северное море, чтобы разграбить английский порт и вывести оттуда всех коров. А теперь там появились новые, очень портативные предметы роскоши. Ну, типа, не надо целую корову садить себе на корабль, да? Есть там дифига монеток, и такой, о! Сундучок с монетками я заберу себе. Теперь есть смысл разграблять вас. Типа серебра или драгоценных камней. Отличный сюжет для какого-нибудь фэнтези. Жаль, что в настоящей жизни всё сложно с магией. Хорошо, что в Майт энд Мэй... Блин, вот жалко на самом деле, что магии нету. А так хочется, было бы проще и интереснее, я уверен. Эх! Обожаю фэнтези. ...в мероприятии говорит победитель Оливчика. Да господи, где конец-то? О! Кстати, слово викинг, это на самом деле глагол, означающий идти в набег. А человек, который это делает, называется Викинг-гргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргр Я, если честно, не понимаю, правда, как вот на таких судах, которые они строили, ну, которые показывают нам во всяких фильмах, сериалах и так далее, они могли совершать такие длительные путешествия с одного материка на другой. Там даже поспать, по-моему, негде, только одни эти скамеечки. Если в деревне нужно было построить или отремонтировать лодку, они помогали мастерам и учились всем премудростям, чтобы... Хотя вон в том большом есть, по-моему, трюм какой-то. Наверное, там можно было и поспать еще. В будущем, если они потерпят крушение на чужом берегу, смочь построить новую лодку по памяти. В первых плаваниях с отцами они учились ориентироваться в открытом море по звездам, как искать сушу по облакам и пролетающим птицам, и как определять скорость, считая взмахи весел. А во-вторых, у них была хорошая физическая подготовка. Ну да, судя по сериалам, тем же самым фильмам, у них была прям офигенная физическая подготовка. Летом они занимались сельским хозяйством, борьбой, боксом, бегом, плаванием. Смотрите, как к боксам. А что, бокс был тогда уже? Что? И сражались на деревянных мечах. А зимой играли музыку, читали стихи и соревновались за настольными играми, привыкая существовать в тесном пространстве с другими мужиками, не прибегая к насилию. А до этого не могли, что ли? Так, я с писью мужиками в одной комнате. Надо либо с ними подраться, либо в настолки поиграть. Дэнда еще не придумали тогда, да? Блин, жалко. Но далеко не все скандинавы были викингами и вооружались мечами. Некоторые вооружались мехами, медом, моржовой костью и занимались. Типа торговля? Типа торговля. А вместо знаменитых дракаров у них были кноры, которые короче и через своих воинственных собратьев. Кноры были способны вместить от 30... А, это значит, та последняя, которая была, это вот этот кнор. Кнор. Как будто бы кубик маги. Бульонный кубик. Как тонн груза, а осадка всего лишь в полтора... Сколько, сколько? Кноры были способны вместить от 30 до 40 тонн груза, а осадка всего лишь в полтора метра позволяла плавать даже по мелководным рекам. Скандинавские торговцы могли прибыть в ирландский порт, обменять там меха и моржовую кость на рабов, а потом отвезти этих рабов туда, где за них предлагали серебряные монеты. Но на этом они не останавливались. Скандинавы хорошо разбирались, что, где и за сколько продается. Дальше они обменивали серебро на керамику и стекло на территории нынешней Германии, на серебряные украшения на территории нынешней Франции. В Средиземном море они покупали специи и персидскую кожу, и даже добирались до богатых рынков Константинополя. Часто на своем пути они встречали и воинственных скандинавов. Типа пиратов? Которые иногда тоже были открыты для торговли. Порой они покупали сведения о землях, на которые собирались совершить набег, а потом могли обменивать награбленное. Хм, хорошо, что они хотя бы не нападали на этих торговцев. В разных местах скандинавов называли по-разному. Франки звали их северянами, англичане датчанами, потому что просто не видели разницы между норвежцами и датчанами. Прикольно. А, я понял, они расисты. А, окей. Но на самом деле они часто враждовали и даже культурно отличались. Эй, ты меня назвал датчанином? Иди сюда, я щас получу помордаться. Скультуру во многом формирует география, а между горной Норвегией и равнинными землями датч... Блин, что то, что то красиво. Если честно, я бы вот на этом обрыве побывал. Побывал. Посмотрел бы, фоточки подел. Блин, это так красиво, офигеть. А можно, пожалуйста, мне точку на карте, и я съезжу туда когда-нибудь? Надеюсь. Мало общего. Шведы вообще торговали с Восточной Европой и не любили, когда другие вторгались на их территорию. Иногда какой-нибудь лидер, конечно, мог объединить коалицию скандинавов из разных мест. Но норвежский торговец всегда сильно рисковал, сближаясь с незнакомым датским кораблем. Здесь находилось франкское государство. Когда в 840 году умер император, братья-на... Какой? ...последники начали... Лотарь, Ледовик, Карл... ...бороться за престол. И постоянно нанимали все больше и больше викингов, чтобы те атаковали других братьев. Это не только стало привлекать викингов приезжать во Франкию, но и сделало их богаче, сильнее, а также ознакомило с местностью. Неплохо, блин, неплохо. Пока преемники воевали, морские границы перестали охраняться. И вскоре викинги уже сами стали регулярно совершать налеты на разобщенное королевство и с жадностью набивать карманы имперскими богатствами. Красавчики, на самом деле. Сначала их наняли, чтобы они атаковали их братья... Ну, один брат нанял, чтобы викинги атаковали другого брата. И викинги в это время все разведывали, понимали, где что находится, а потом раз, такие, идти в жопку, мы пойдем сами вас и разграбим. Всех. Вообще красавы, а! В 845 году Рагнар Лодброк взял Париж. Тот самый, который в сериальчике неплохо. Викинги опустошали улицы, грабили церкви, и тогда король Франков дал Рагнару 7000 фунтов серебра, чтобы тот ушел. Но таким образом он невольно намекнул каждому викингу в Скандинавии, что разорять монастыри это для лошков. Ведь можно заработать гораздо больше, если разорить город, заночевать в нем и потребовать дань, чтобы покинуть его. Ха-ха-ха-ха! Просто заночевать никого не убив? Надеюсь, потому что убивать плохо. В течение следующих десятилетий викинги этим и занимались. Просекли фишку! А вранки продолжали платить. Только в 860-х Париж был разорен три раза. В 880-м году викинги захватили Ахинский дворец и использовали его собор, как стоило для лошадей. И опять-таки получили за него выкуп серебром. Когда в 885-м... Бля, продуманные какие-то... ...году Париж в очередной раз оказался под угрозой... И Париж такой... Да вы... Нет у нас денег! Идите отсюда, пожалуйста! Вон, вон! Там есть Англия! Идите к ней! Отстаньте! Пожалуйста! Он уже не был легкой целью. Там возвели укрепленные мосты. О, красавчики! Затянулось. Но потом появился король и сделал предложение. 700 фунтов серебра за то, чтобы викинги обошли Париж и разграбили Бургундию. Ха-ха-ха-ха! Ну я примерно то же самое и сказал! Ха-ха-ха! Тогда армией викингов руководил Ролан. Это был... Ролл? Он. Неплохо. Очень большой мужик. Его даже называли пешеходом. Ха-ха-ха, даже... В смысле? Мы все пешеходы! Ха-ха-ха-ха! Потому что ни одна лошадь не могла выдержать его. И он всегда ходил пешком. Бля, это за в деле забавно. Он принял предложение короля, но потом 20 с лишним лет не переставал думать о Париже. В 911 году он вернулся. На этот раз богаче, сильнее и опытнее. Блин, какие они ненасытные-то! Вообще капец! А, вам что денег не хватает, что ли, а? Все пошло не по плану. И викинги оказались окружены. Ну что, за 20 лет, я думаю, и парижане тоже смекнули такие... Ага, сейчас они опять придут. Давайте-ка мы сделаем себе побольше, как бы, армию, да? Построим получше стены, получше вооружение. И тогда эти викинги у нас получат по первое число. Знака Ролан не растерялся. Он резко повел всех в сторону реки, где они оставили свои корабли. Они успели добраться до них, но их преследовала кавалерия франков. И времени на то, чтобы погрузиться на борт, не было. Тогда Ролан приказал воинам забить весь скот, который у них был, чтобы сделать баррикаду из мертвой плоти. И лошади франков отказались приближаться к ней. Это выиграло немного времени, но дальше викингам спешить не пришлось. Потому что король франков сделал им предложение. Дело в том, что за полвека, с того момента, как Рагнар захватил Париж, францкие короли заплатили викингам уже более 120 тысяч фунтов серебра. Хрена себе. Бить всего серебра, которое они отчеканили. А налеты с их стороны все не прекращались. У армии короля действительно были проблемы при сражении с быстрыми и очень мобильными викингами. Так почему бы не использовать одного из викингов, чтобы сражаться с другими? Выдать ему землю, которую он сам и будет защищать. Раньше такое уже предпринималось. Однако все те викинги, которых выбирали короли, были молодыми людьми и легко покидали свои земли, завидев новые возможности поживиться. Не хотят осесть, да? Они нормально, да? Да, Ролан уже было за 50 лет. Он такой, ах, спина болит немножко, сражаться, что-то вот шея затекла. Ты мне землю предлагаешь, да? А можно вот этот город? А ты иди отсюда. А, ладно, нет. Сука. Ну, свой построю. Он был чрезвычайно богат, имел устоявшуюся репутацию, и такой человек уже начал задумываться о наследии. А что может быть лучшим наследством, чем земля для его потомков? Ну, в принципе, согласен. С условием, Ролан должен был принять христианство, до этого викинги были язычниками, сохранять мир с королем и при надобности оказывать военную поддержку. Взамен он получал свою собственную землю. Разумеется, по чистой случайности, эта земля находилась рядом с рекой, которую викинги раньше использовали, чтобы совершать нападение на Париж. Поставленный перед выбором между смертью и славой, Ролан, разумеется, выбрал славу. Он подписал мирный договор, однако все прошло не так гладко. Почему? Что случилось-то? Во-первых, Ролан отказался целовать ноги короля. Я бы очень удивился, если бы он согласился это сделать. Место него это пошел делать его подчиненный. Я согласен. Только целовать буду не я, а он. Что ты смотришь? Иди целуй. Блин, я думал, вообще отказался, а он заставил подчиненного. И тот так сильно и резко схватил и поднес к своим губам ногу короля, что тот чуть не сел на шпагат. Че? Ногу этого чела? Видимо, не захотел на колени вздавать. В массовом крещении викинги проходили крещение по несколько раз, чтобы собрать побольше бесплатно выдаваемой одежды. Вообще продуманные везде. Но это были мелочи. Роланд доказал, что умеет твердо руководить своими людьми, и его земля теперь выступала преградой для налетчиков. Земля северян, Нормандия. И Роланд действительно хотел, чтобы все сработало как нужно. Он поделил землю между подчиненными ему командирами и приказал строить укрепление. Он принял новый свод законов и хорошо притворялся христианином. Перед своей смертью он подстраховался, передал 100 фунтов серебра церкви и принес в жертву Одину сотню пленников. А зачем? А. Не понял. Подождите. А какой церкви? А, он типа, если мне не примут там, то, наверное, все-таки примут здесь. Да? Офигеть. 100 пленников завалил. Ужесть какой-то он кровожадный. Язычество умерло вместе с ним. Потомки Роллана уже говорили на французском и стали христианами. Культурно и религиозно норманды стали французами. Однако сохранили энергию и авантюризм своих предков-викингов. Эти норманды еще сделают свой вклад в историю. Они захватят Южную Италию и Сицилию, сформируют несколько государств-крестоносцев, а потомок Роллана Вильгельм I завоеватель в 1066 государств-крестоносцев, а потомок Роллана Вильгельм I завоеватель в 1066 году совершит известное завоевание Англии. В следующих видео мы продолжим говорить... Значит, оно будет не одно. Э, это офигенно! Обожаю викингов! ...в экспансии викингов. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И если было интересно, то обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий. Ва... Ва... Я даже комменты оставлю. Видосян... Просто... Шикардос. Жду продолжения вообще с нетерпением. Вы знаете, в таких случаях, чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая часть. Подписывайтесь на... Короче, как я вначале сказал, мне, в принципе, интересна тема викингов, а Мудренович вообще так все классно рассказывает, как обычно, в принципе, и я такой его слушаю, блин, как-то классно! Лучше, чем в учебе в школе, 100%. Офигенный видос, жду с нетерпением продолжения. Мудреновичу огромное спасибо за контентик. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте бубенчики, прижимайте все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр, пока!